Привет всем! Для начала наберитесь терпения и выслушайте монолог женщины русскоговорящей, которая уже много лет проживает в Германии и которую, в принципе, жизнь очень устраивает, но ее очень сильно напрягает немецкое воспитание. Тема о воспитании ребенка по, скажем, разным каким-то методам или методикам. В общем, к чему я это вообще затрагиваю? Я просто заметила, знаете, очень многие люди из России или, ну в основном, да, из России, может быть, из каких-то постсоветских стран, пишут всегда какие-либо, мне скидывают ссылки умных психологов американских, что надо с ребенком, там, я не знаю, вот так себя вести, вот так себя вести, а вы это читали, а вы это узнаете и так далее, и так далее. И, знаете, почему-то все время американское воспитание или вот европейское в целом ставится как в какой-то эталон, к чему надо стремиться, потому что наше советское воспитание, да, оно ужасное, оно плохое, и многие тоже некоторые мне в комментариях там пишут, от, у вас еще, как бы, Советский Союз в голове или что-то такое, бабушкины советы вы раздаете. Но, к сожалению, как воспитанные многие немцы, дети, мне абсолютно не нравится, понимаете? Начиная с того, то, что если у нас это было так, то, что заходит бабушка в автобус и ей стоит уступить, то немцы, маленькие дети, например, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й класс, они забегают в автобус, занимают все места и забегают и всех толкают, очень нагло себя ведут, понимаете? Ой, это не один ребенок, это как бы нормально, что ребенок, вот он должен вот так вот развиваться, его никто не должен никак останавливать, и это так правильно, понимаете? И очень многие, вот, живущие в России люди, они просто не знают этого воспитания, не знают, как сказать, реальности. Я вижу это каждый день, как эти дети воспитаны, понимаете? И я, честно скажу, своим, каким-либо не было советским, да, советским воспитанием, я им довольна, честно скажу. Я абсолютно довольна своим советским воспитанием, где нас учили к первому сентябрю вставать на линейку, там, мы несли цветы, поздравляли учителей, здесь этого нет. Также меня учили, как бы старикам, грубо говоря, бабушкам, дедушкам помогать, если что, приподнять сумку, еще что-то, уступить место и так далее, здесь этого нет. И, надеюсь, у вас хватило терпения дослушать этот монолог до конца. Конечно, когнитивный диссонанс абсолютно очевиден. В остальных роликах дама с удовольствием рассказывает о своей немецкой жизни, о самой мощной экономике в Европе и так далее. Но вот, понимаете, воспитание немцев ее очень сильно напрягает. То, что из этих «невоспитанных» немцев вырастают те люди, которые ее везде устраивают, и больницы на производстве, в том числе в детском саду ее ребенка, все устраивает. А вот воспитание... Да, действительно, в Германии не принято уступать старикам. Это очень интересный момент, который дама с советским воспитанием никак не может просечь. Она не понимает, ну как же так, почему ребенок имеет право на свое место, а зашедшая старуха или старик не имеет прав только потому, что они старше. Так вот, господа, я вам объясню. Когда-то, когда я приехал в Германию, очень много лет тому назад, я точно так же, как ошпаренный, соскакивал при виде каждой старухи. До тех пор, пока в один прекрасный момент рядом со мной не подсела интересная бабулька, которая успокоила меня, посадила рядом с собой и сказала, послушай, зачем ты это делаешь? Ты, по всей видимости, студент. У тебя очень сложная жизнь, тебе нужно рано вставать, поздно ложиться, ты занимаешься серьезным делом. А я, сказала она, дрыхну целыми днями. Вот хочешь, верь, хочешь, не верь, но у меня времени вагон и тележка. Я сейчас еду попить чай к своей подруге, а до этого мне было абсолютно скучно и некуда себя девать. Ты же, по непонятной причине, пытаешься быть вежливым со мной. Не делай этого больше. Во-первых, потому что место в транспорте есть. Во-вторых, я абсолютно не устала. А в-третьих, когда ты заскакиваешь, ты делаешь акцент на моем возрасте, а мне не хотелось бы лишний раз подумать о том, какая я старая. Я очень благодарен этой старухе, запомнил ее на всю жизнь. А потом, когда стал думать об этом, я понял, что она права. Немцы, видите ли, не считают себя в привилегированном положении, только если они достигли зрелого возраста. Ну, во-первых, старость – это естественное состояние. Когда вы уступаете место старику или старухе, в этот момент вы, видимо, думаете, что они заслужили особое отношение. На самом деле, знаете ли вы о жизни этого человека? Может быть, эта бабка, перед которой вы встали по стойке смирно, на самом деле была самой отъявленной стервой. Может быть, этот старик был наиподлийшим человеком. Но только от того, что он стал седой, ему нужно, якобы, выказывать особые знаки уважения. Так ли это? Как раз таки в западном обществе не считают, что перед пожилым человеком нужно расшаркиваться. Достоин ли он этого? Вот это вопрос. Любой человек, зашедший в транспорт в Германии и в других западных странах, имеет право на свое место, если он зашел первым. И не важно, какого он возраста, это либо 10-летний ребенок, либо 70-летний старик, они оба заплатили за право проезжать на этом общественном транспорте. Вы можете совершенно спокойно сидеть на своем месте, если вы зашли первым, когда вы выйдете, освободится место, и на ваше место сядет тот, кто этого хочет. Старик ли, либо опять какой-то ребенок. Никого в транспорте это напрягать не будет. Кроме, конечно, людей-выходцев из бывшего СНГ, у которых один большой шаблон на всю голову, и которые считают, что молодые обязаны чем-то старикам. А если вы еще не убеждены в том, что это неправильное понимание общественных отношений, посмотрите вот на этих милых стариков и старух, которым вы уступаете место, и которые, я уверен, требуют его с пеной урта в вашем общественном транспорте. Они не только не обладают мудростью, наоборот, делают общественно опасное дело, осложняя жизнь молодым и перспективным людям в этой стране. Так вот, задумайтесь еще раз, настолько ли неправы люди на Западе. Мы сегодня собрались, чтобы заклеймить и потребовать, чтобы эту организацию убрали. Вот видите, руководитель, чтобы не суждал вас, чтобы не суждал вас, чтобы не суждал вас. Почему я не могу остановить? А руководитель, вот руководитель этой организации. Закрыть! Heaven! Чтоб вообще не существовать! Закрыть! Вот так его стремитесь, оно спросит. Против Россия! Предатель! Предатель! Дуров! Дуровые дары! Вот нет, предатель! Гореть по небу! В portrayed losers! Уймись, иначе мы придем к тебе. Субтитры создавал DimaTorzok